Гастрономический фестиваль «Корюшка идет» в Новой Ладоге проходил уже в четвертый раз. В этом году праздник был приурочен к 350-летию со дня рождения императора Петра Великого. Поэтому программа открытия началась с Петровского парада, где царь и Екатерина I были главными героями. Во время концертной программы, которая проходила на главной сцене, расположенной на площади Кирова, состоялось вручение памятных дипломов и медалей с изображением «Корюшки» 47 участникам велопробега, который был организован при финансовой поддержке гранта губернатора 47-го региона. Старт велопробегу был дан в Волхове. Преодолевая путь в 30 километров, велосипедисты успели узнать историю Волховской ГЭС, Николаевского мужского монастыря Староладожской крепости. Сам маршрут мне понравился живописный, мы с остановками всевозможными. Хорошо был, кстати, заорганизован, ведь в конце завершился таким фестивалем красивым, где всех наградили, всех представили. Поэтому, знаете, очень приятные впечатления. И самое главное, что погода, и очень большое количество участников было. Поэтому я считаю, что организаторам, и, знаете, можно сказать большое спасибо за такой праздник, как говорится, спорта. Ну и самое главное, что мы все катаемся, все в такой хорошей физической форме, они нам дают эту возможность. Традицией фестиваля уже стала акция зарыбления, во время которой в воды Волхова выпускается молоть рыб. Неслучайно выбрана Новая Ладога, это столица рыбаков, рыбных артелей. Ленинградской области с древних времен, сейчас с петровских времен, с новгородских времен. Здесь всегда базировались рыбные артели, они базируются и сегодня. И вот мы с Левопалной посмотрели, например, как достают неводы с корюшки, продолжается ловля корюшки, хотя уже почти 900 тонн корюшки добыли здесь, вот в Устье Волхова. Но вы знаете, это здорово. Это здорово, а самое главное, что это развитие. Вот каждый год я вижу все новые и новые хозяйства, все новые и новые продукции, уже сотни видов продукции. А самое главное, это хорошее качество, и соотношение цена-качество очень хорошее. Вот в этом нас точно не победит, и мы рассчитываем на дальнейшее развитие. Мероприятие организовывает Северо-Западное территориальное управление Федерального агентства по рыбоводству. Ну и, конечно, в часы работы фестиваля все желающие могли отведать разнообразной рыбной продукции, представленной в рыбацкой деревне. Если мне память не изменяет, это уже четвертый раз праздник такой. Фестиваль корюшки, корюшка пришла, и изощряются по-всякому. Но она чем мне нравится, в Питере тоже каждый год проводится, у Петропавловки. Но мне кажется, что вот здесь, ну, как бы вот он народный, он и есть народный праздник. То есть ничего искусственного нет. И потом продукция очень классная. Меня мои дети, младшие особенно, все время тренируют, что когда поедешь, привези обязательно рыбу, икру, купи. Это очень, ну, вот наши в области, все, кто производит эту продукцию, и осетровые, и форель, и корюшку ловят. Все очень, ну, экологически, во-первых, чистое, потому что все проверяется. Здесь наши специалисты всегда бывают. И качество изумительное. Насыщенной была и развлекательная программа праздника. Для гостей были организованы конкурсы, мастер-классы, музыкальные шоу и аутентичная ярмарка ремесел. Также можно было выяснить, кто лучший рыбак. Завершился праздник поздним вечером, галоконцертом и фейерверком, местом проведения которого была акватория реки Волхов. Несмотря на свой юный возраст, фестиваль «Корюшка идет в Новой Ладоге» успел стать популярным у жителей России и занять свое место в межрегиональном и туристическом проекте «Серебряное жерелье России», объединяющим исторические города, областные центры, крупные населенные пункты северо-запада страны, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова